Актёры в жизни не всегда такие, как на сцене. Тем интереснее их слушать и общаться с ними. В стенах Ивановского художественного училища состоялась творческая встреча, заслуженной артисткой России Светланы Басовой. Не могу сказать, похвастаться тем, что я хожу регулярно на все спектакли с участием Светланы Владимировны, но несколько спектаклей я видела. Например, «Женитьба Фигаро». Она играет настолько неординарную личность в этом спектакле, ее роль такая, ну я бы сказала, наверное, одним словом, действительно неординарная, интересная и зажигательная. Только Ивановской сцене Светлана Басова посвятила 25 лет. За это время сыграно более 150 ролей, большинство из них в детских спектаклях. Ведь малыши самые благодарные и самые искренние зрители. С юными поклонниками Светланы связана веселая история, которая произошла в ЗАГСе, где актриса вела церемонию бракосочетания. И только я вот дошла до именем Российской Федерации, а были еще детки, знаете, иногда наряжают деток, и вдруг стоят, как эта девочка, и как заорют, мама, это лиса Алиса. Тишина такая, действительно, играю в лису Алиса, тишина такая, я думаю, ну что сказать девочке, я говорю, да, девочка, это я. Поэтому в ЗАГСе тоже бывает забавно, но там в основном дети шутят, конечно. Кем стать, какую профессию выбрать, Светлана определилась не сразу. Ее интересовало все, даже фехтование. Вместе с подругами они играли в четырех мушкетеров. Мы, естественно, себе все имена выбрали. Я была Атосом, не знаю почему, потому что там пострадать хотела. И занимались не столько для побед, сколько вот, чтобы поговорить в таком вот высоком стиле, нарядиться. И я поняла, что действительно, я так много играю в это, что, наверное, это мое. Мне хочется пойти именно по этой стезе. И когда я маме сказала, мама, я хочу быть с артисткой, была такая пауза. Она говорит, закончишь школу без троек, иди куда хочешь. Светлана Басова попала в последний набор Саратовского театрального училища. Она рассказала, что жизнь актера состоит далеко не из оваций, подарков и поклонов. Это тяжелый труд, большие физические нагрузки, утомительные репетиции, огромные объемы текста, которые всегда нужно держать в голове. Да и не каждый выход на сцену проходит гладко. С юмором Светлана вспоминает свою премьеру. Но тогда было не до смеха. Перед спектаклем актриса умудрилась заснуть. Я понимаю, что я заснула, я ничего понять не могу. Я понимаю, что моя сцена, я начинаю как-то вот очень как бы волноваться. Я что-то делаю, значит, отыграю эту сцену, выхожу и думаю, все хорошо, все замечательно. И за мной бежит человек, который отвечает за декорацию, за пост, за постановочную часть. Вот так вот он за мной по коридору, значит, бежит. Я думаю, а что это он меня поздравляет, что ли? Я поворачиваюсь, что он говорит. Я убью тебя, Басова. Ты всю декорацию решила. Оказывается, я так вот активно что-то трясла, что там все посыпалось. И я как-то извиняюсь, а потом думаю, что мне во рту-то мешается. Я раз изо рта, а я еще кусок платья выгрузила. Вот так вот я. Я думаю, нормально, у меня премьера была. А мне-то казалось, что я так вообще здорово играла, что сейчас все меня побегут поздравлять. И я потом сидела, подходит мастер, говорит, плачешь. Я говорю, ага. Ну, плачь, ничего, первым блинком. После этого случая приходилось немало работать, совершенствовать мастерство. Появились поклонники, зал стал встречать овациями. Происходили курьезные случаи. После одного из спектаклей в зал выходит женщина, и у нее маленький такой подарочный пакетик. Она говорит, спасибо вам за спектакль, это вам в вашем нелегком труде. И все подумали, что это духи. И бежали мы вот так вот до гримерки с девчонками, думали, ну какие, я открываю, а там корвалу. Мне первый раз в жизни подарили корвалу. Ну, это она имела в виду, видимо, что у меня труд нелегкий, я сердце затрачиваю, но мне никогда в жизни не дарили таких подарков. Все роли, как дети, говорит Светлана, бывают родные, бывают приемные или чужие. Но каждую нужно полюбить, чтобы когда актер выходит на сцену, зрители ему верили. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.